Вот на тот момент, когда у меня уже началось такое расшатывание, когда я начала уже что-то требовать, планировалось рождение второго ребёнка. Когда первым, скажем так, они не занимались, и он на всё это смотрел несколько так отстранённо, то есть та модель жизни, которой живёт сестра, явно была неприемлема для нас. И вот то, грубо говоря, хотелось строить по-другому, да, совершенно, абсолютно. И мы пытались всё время выйти из вот, как сказать, не то, что мы пытались даже, что уже вообще забуду от всех слов. Вот мы жили, да, в семье, получается, с его родителями. Странно в какой-то момент съехало. Его модель семьи какая? Куда вы вошли? Там нет мамы как женщины, совсем нет. То есть она вот, ну, грубо говоря, женщина на кухне. Домоработка, обслуживающий персонал. Да. Папа тоже ничем не интересующийся, не развивающийся никак. Ну, вот обычный мужчина там, да, в возрасте, ну, 50-60 лет сейчас. Вот, сестра, ну, тоже обычная средняя семья, муж там, сварщик. Они там завели ребёнка, да, случайно получилось, получилась семья. То есть это всё неосознанные такие действия, которые привели, к сожалению, там, к сильно, не к большому счастью. К их результатам, к их результатам, значит, они их устраивают. Если он собирается от второго ребёнка, значит, та жизнь их устраивает. Ну, второй тоже. Значит, ваш муж, давайте к вам возвращаться. Ваш муж видел в вас женщину-домохозяйку. Вот пока он видел в вас женщину-домохозяйку, всё было хорошо. Потом, что настало потом? Вы почему сейчас у меня не домохозяйка, не уверенная в себе, условно, бизнес-леди, да? Вы у меня кто по состоянию сейчас? Хочу туда, но на вот других условиях. Слышите, что говорите? Да. Там привычно, но условия, будьте любезны, поменяйте. Кто менять-то будет? Мне там всегда было плохо от того, что я как будто жила всё время их семьёй. Не своей жизнью, а решала их какие-то проблемы. Ну, вас туда и брали за расчёт этого. Ну, да. Ну, только от чего ж я тут? Чем я недовольна? И вот в определённый момент я себе сказала, что сейчас родится там второй ребёнок. Как мы вообще все вместе будем существовать? Потому что, получается, ни личного пространства, ничего. Я реально понимала, что я не готова к этому дальше. Простите за нескромный вопрос. Та девушка, с которой сейчас встречается ваш бывший муж, она опять в ту семью пошла? Нет, он с ней, я так понимаю, она снимает, ориендует жильё, насколько я знаю. Он пришёл к ней? Он пришёл к ней? Да, я так понимаю, что да. Я просто не стала уже так глубоко его спрашивать. А он вам зачем, Наташа? Сейчас уже я понимаю, что не знаю вообще зачем, я хочу вот себя сейчас найти, ощутить и вообще чувствовать, пойти дальше. Хорошо, по-другому задам вопрос. Что мешает себя найти, куда себя делать, в какой чулан засунула? Не понимаю. Я всё время вот работаю, я только думала, только о работе всё время. Так как будто заменяю вот свой внутренний мир, вот какие-то свои страхи, я вот шерму одела и пошла дальше. Хорошо, значит, то, что я услышала, да? До там скольки, 18-20 лет, пока от мамы не ушли, мама за вас всё решала. Вы имели только внутренний такой сглатываемый протест, который никогда никем не выслушивался. У папы своя жизнь, мама его посла, а мама, чтобы хоть как-то ощутить то, что она живёт, она вас прессовала. Да, целую. Утренний, внутренний протест у вас очень высок, но страх его без конца, знаете, как пресс. Он вроде как поднимается сверху, а пресс снизу поднимается, сейчас выйдет, сейчас скажу. Так детки заикаются, когда мне очень хочется сказать, но я понимаю, что мне сейчас по морде сапогом нададут, я а-а-а, и начинаю заикаться. Вот так это работает. Вы потом решили, мужчина как-то так созвучен был, да? Вот созвучен вам был ваш. И вы решили, я очень хорошо слышала внимательно, что вы решили, что это вся моя любовь. То бишь надо было свалить. От маминого пресса одеваться было некуда. Папе не нужна, мама уже додушила, пошла я в любовь. Сижу и думаю, вот это любовь, всё точно, всё точно моё, всё пошло. Зашли, а там в принципе модель, но ровно наоборот. Да. Так вы туда пошли только для того, чтобы научиться озвучивать собственные потребности. Вы это понятие-то можете? У вас, если там женщина ещё в худшем была, вы с мамой-то, он уже сейчас выбирал, так как? По состоянию. Вы молчали, и она молчала. Вот он вас выбрал. У него своя жизнь, а ты на кухне. Вот тот протест детский, на этот ещё протест вообще хорошо. И начала я ротик-то открывать, а тут оказывается меня никто не слышит. Да? Но привычно, когда не слышат. Я купила себе халатик, цветочек, штанишки там такие попросторней. И села, думаю, ну ладно, привычно. Вот это называется убеждение, привычка и модель, из которой мы очень сложно выходим. Но для того, чтобы оттуда выходить, сначала нужно понимать, что я делаю. Вы привыкли, что за вас все решения принимаются кем-то. Раньше мамой, потом мужем, там этой всей семьёй большой, да? Обычно у таких людей очень высокое чувство вины. У вас оно тоже есть такое. Да? Да, идеализации надо сделать вот так вот идеально, а то вдруг что-то. Нет, у меня правда нет вот этого ощущения, что если я что-то делаю, середины нет вообще. Я не позволяю себе сделать ни на 4, ни на 3. Либо должно быть всегда... Конечно, мама придёт по голове ступни. Попускаем по голове, Наташ, немножечко попускаем. Для этого абсолютно не падайте в ситуации любые. Вот то, что касается работы, меняйте внутреннее убеждение на то, что столько, сколько вам нужно на сегодняшний момент у вас будет. Чем уравновешеннее вы будете, почему я говорю, мы сейчас вот давайте ещё раз поговорим то, чем вы будете заниматься в течение последних двух недель сентября. Когда вы идёте на работу, вы не спешите, а идите спокойно. Возвращайтесь. Вы когда начинаете себя нагнетать, вы никогда не получите того результата, который вам нужен. Потому что заточка идёт, не получится, не дадут, не заработают. И видите только это. А когда вы успокаиваетесь, идёте потихонечку, говорите, что я заработаю. Вот пришло, спасибо огромное. Значит, нужно. Не пришло, да спасибо, не нужно. Хотя бы две недели эти сделайте так, будете падать опять там бояться. Но возвращайтесь. Начинается сначала качели, а потом устаканивается. Как в стакане вода, да, вот. Она мутная, но если она осядет, ну это не сразу. Вы дёргиваете из себя состояние нетерпения, страха, ожидания. Всё, говорите, хорошо, принимайте ситуацию, как она есть. И всегда говорите, да, но потом смотрите, с чем заходят к вам люди. Что они от вас хотят, насколько для вас это комфортно. Точно так же с работой. Услышьте меня, не вы первые, не вы последние, я и все остальные. Вы получаем ровно столько, сколько готовы принять. Вы готовы принять минимум. У вас очень низкая самооценка. Вы без конца хотите, чтобы за вас кто-то решил. Это не потому, что вы такая плохая или там не очень умная. Это совсем не то. Вы слишком долго, 35 лет жили в одной и той же модели. И теперь нужно потихонечку разворачиваться. Не надо кардинально сразу. Это больно и непонятно, и будет раздражение, неудово. Или это все это будет выходить. Потихоньку разворачивайтесь. Ставьте себе две задачки на неделю, те, которые вы делаете для себя. И каждый раз, получая результат, говорит, солнце мое, ну какая что у меня умница. Потому что и это получилось. И это я смогла. И потихоньку в течение полугода выйдите. Правда, выйдите. Но каждый раз с уважением к себе. А потом уже на ситуацию смотрю, да. С чем человек ко мне заходит. И потому что он плохой. Если ваш бывший муж к вам ходит, вы у него спросите. Ты скажи родной, что тебе дать-то? Вот есть я тебе дам. Нету, но нету. Кудешь возьмешь-то? Чуть-чуть принимайтесь юбором, с интересом в собственную жизнь. Что ж вы над ней издеваетесь-то? Над собой-то, над своей жизнью. Зачем? Это как-то происходит неосознанно, на самом деле. Так, еще раз. Происходит так, как мы складываем. Наташа, вот 35 лет, я понимаю, я могу пожалеть. Могу. Ну вам это зачем? Нет, это мне как раз не нужно. Вот я шучу вам, говорю, вам это зачем? Поверьте, я уважаю за то, что вы смогли, за то, что вы проговорили. Очень достойно. Но слова должны подтверждаться делами. Вот мы с вами очень хорошо поговорили. Правда, хорошо. На самом деле вы много чего понимаете. Единственное, теперь вам нужно просто начать действовать. Хорошо, с достоинством, по отношению к себе, с пониманием. Можно купить шоколадного зайца себе самой, за то, что я что-то поняла, съесть его, с удовольствием быть абсолютно счастливым. А можно купить полтора бриллианта кора, там, и сидеть, и скулить. У каждого удовольствие свое. И осознанность – это то, что я делаю для себя и для других с удовольствием. И понимаю, что делаю, не ожидая ничего взамен. Вот вы себя насытьте тем, что вы можете, что вы хотите, каковы ваши потребности. Немножечко для себя-то, для себя жизнь откройте. И если вам куда-то не хочется идти, говоришь, ну хорошо, но я одним глазом пойду посмотрю, ладно. И тогда начнется что-то получаться. Если вы говорите, нет, не пойду, у меня не получится, то никогда и не получится, потому что вы просто не пойдете. Наметьте и потихонечку начинайте двигаться. Каждый раз отмечая собственные успехи, пускай они будут минимальные. Пускай вы, ну, условно купите себе за 200 рублей маечку. Но это вы для себя самой, потому что вам она нужна первая, в треках вы себе позволили. Уровень позволения расширяйте. Это не обязательно денежный эквивалент. Это позволение себе жить. Если вы принимаете ванну, насыпьте туда обычной солью. Не надо изощряться, да? Но вы позвольте насладиться состоянием, когда вы отдыхаете в ванной. А не бегом прибегая, бутерброд съела, под душ стаду, что это было. Нет, удовольствие от жизни, учитесь, это мелочи, они простые, но они человека возвышают обязательно для себя самого. Тогда улыбка будет чаще, тогда слезки перестанут плакать, что опять тут надавили, я-то хотела счастья, тут на меня опять давят. Да? А то, что сама ротик не могла открывать, это уже другая история. Это я не помню. Просто вот две недели, наверное.